Казалось, что агенты по недвижимости даже не понимали, что такое падение цены. Круглый квадрат? Что это? Вот насколько всё было плохо. Всем привет! Вы на канале Дюфплей, и сегодня мы будем продолжать проходить экономику на краю мира, последний третий эпизод. Не забываем шляпать мой лайк, написать свой комментарий. Ну и погнали! Не думаю, что это идеальная последняя ставка короля пессимизма. Он не блефовал. В этом бизнесе, если ты позволишь без... безосновательному тщеславию воздействовать на себя, то это всегда каким-то образом выйдет боком. Всё потому, что это вело к статистически невыгодным ставкам. По отдельности эти цены тяжело оценить, но с течением лет их размер становился отчётливо виден. Воллес был ветераном, прошедшим через всё это. Он отлично осознавал, что он делал, какими были обстоятельства и что он видел. Склонить голову... Склонить голову перед молодняком тоже было частью этого. Это был довольно редкий опыт. Если бы у меня была своя версия поражения Авалона, эта сцена была бы настоящей слезовыжималкой. И я в ней злодей? Естественно, хотя есть концовка, в которой нам отдаётся посмеяться вместе. Если эта ставка окажется успешной... А? Его резко повысившийся голос застал меня врасплох. Затем глубоко раздражённым голосом он сказал... Ты совсем не понимаешь. Прибыль не укрепляет связь. Совместные потери вот что этому способствует. Не прибыль, а потери? Ты довольно настойчив для своего возраста. Но тебе всё ещё не достаёт опыта. Виноват. Однако... Начал Воллес, но затем понизил голос и произнёс... Я тоже не идеален. Услышав признание Воллеса, я спросил его, даже не подумал. Как так? Казалось, он впервые засомневался. Что-то мешало ему сказать то, что он хотел. Но что могло заставить такого, как доктор Воллес, засомневаться? Как я и думал, доктор Воллес был не ребёнком, каким был я. Я не рассказал Марии о раке. Что думаешь? Лично я считаю это применением инвестиций. Применением? Прибыль есть рассказ о беспрецедентных инвестициях. Которые я делаю перед своим крахом, несмотря на их успех или неудачу. Как человека, ставящего свою жизнь на кон ради инвестиций. Уверен, это было... Это бы заставило Марию гордиться. Что насчёт риска? Услышав мой вопрос, Воллес вновь замолчал. Но эта тишина не продлилась долго. Марию, скорее всего, больше времени проведёт в офисе у юриста, чем посещая меня в больнице. Я попытался сдержать вздох, но всё же не смог. Вы ведь идиот? Чё? Совсем недавно мне говорили то же самое. Меня спросили, был ли я настолько неопытен в вещах, не касающихся инвестиций. Эти слова принадлежат очень дорогому мне человеку. Га. Уверен, вы уже знаете ответ... Вы уже знаете ответ, доктор. Так как вы понятия не имеете, чего хотите, то не сможете достичь своих целей как инвестор. Знаете ведь? Ах. Воллес продолжал быть упрямым стариком, сохранявшим молчание. Поэтому я продолжил. Лиза, закоренелая сестра. Если хотите, я могу попросить её помочь вам. И раз уж на то пошло... Дело, вы можете попросить её помолиться Богу за вас. Он молчал, но это не продлилось долго. Пожалуйста, сделай это! Пусть даже он не мог видеть меня, я медленно кивнул, прежде чем ответить. Понял. Боже, правый! А? Кажется, что пусть даже я прожил так долго. Я так и не смог повзрослеть. Это было таким преувеличением, что я не смог даже засмеяться. Это величайшая шутка этого столетия. Ха! И что же об этом может знать пацан, не проживший даже четверть века? Его манера речи настолько подходила к королю пессимизма, что я наконец-то рассмеялся. Значит, я могу предполагать, что заслужил ваше одобрение насчет моего нового фонда? Я ведь не твой, опекун, делай что хочешь. Хотя управляться с процентным арбитражем дело весьма трудное. Я знаю об этом. Тогда мне больше нечего сказать. И давай разделим это боли вместе. Однако... А? Ты правда не собираешься инвестировать в мой собственный фонд? Вежливо отказавшись, я искренне подумал, что однажды превращусь в такого же старика, как и он. Звонки перспективным клиентам были фундаментальным заданием, которое выполнял любой инвестиционный фонд, начинавший вести бизнес. Иначе нам бы пришлось потратить 5 или 10 минут времени на инвести... На инвестиционной конференции, организованной инвестиционными банками, чтобы объяснить, какими инвестициями мы промышляли, чтобы в итоге молить богачей дать нам средства наравне с остальным сбродом. В обмен на предоставление подобных возможностей, инвестиционные банки будут обрабатывать платежи вместо нас, получая доход от этих сборов. Что значило, что то, насколько хорошо проходила презентация, ни на что не влияло. Им просто нужен был кто-то, кто станет успешным, и делали они это не по доброте душевной. К тому же, любой богачи, слушающий твою презентацию, и не собирался её слушать, если только у тебя в кармане не было несколько достижений, спросите у любого про их непростое начало. И они скажут вам одно и то же. Они не обращались со мной как с человеком. В этой сфере получить инвестиции без достижений было невозможно. Но для этих достижений требовался капитал. К счастью, мне никогда не приходилось иметь дело с этими трудностями. Восемь лет назад, даже четыре года назад, фонды устремлялись ко мне по собственной воле. Полагаю, я был рождён под счастливой звездой. Вот почему я заинтересовался и попробовал позвонить перспективным клиентам самостоятельно. Я позвонил в риалторскую компанию, у которой должны были быть сильные позиции на рынке недвижимости. Фонд хеджирования? Да, я подумал, что это может пригодиться такой широкомасштабной компании, как ваша. А, тогда герои лунной поверхности собираются начать заниматься страхованием имущества? Нет, совсем нет. И вот так меня высмеяли за объяснение протекции ЦБО. Нам это не нужно, это пустая трата. Мы бы предпочли заплатить оценщику недвижимости, чтобы он оставался рядом с покупателем, пока тот не заплатит. Что вы имеете в виду? Если бы мы продолжали оценивать недвижимость до последнего момента, то в конце концов, пожалуй, бы прибыли с роста цен. На секунду мне показалось, что это была вариация той шутки о гиперинфляции в странах, где цена твоей еды менялась в то мгновение, когда ты начинал её есть. Но, как казалось, они были весьма серьёзны. Так, возвращаясь к теме, нам не нужна страховка, которую вы упомянули. Понятно. Касательно другой темы, вас не заинтересует наша недвижимость? С новейшими коммерческими заданиями вы бы смогли инвестировать сотни миллионов за раз. И если герой лунной поверхности присоединится к синдикату, то, думаю, это бы моментально принесло в два, а то и три раза больше. Большое спасибо. Я вежливо поблагодарил их и повесил трубку. Короткий взгляд на балансовый отчёт сообщил мне, что эта компания должна владеть общей суммой в 6,1 миллиардов молсов в позициях недвижимости. Но они не рассматривали даже малейшей возможности того, что цены могут упасть. Ожидая, пока Марка закончит различные процедуры, я повторил тот же самый процесс, но ни одна из компаний, которым я звонил, не проявила интерес. Казалось, что агенты по недвижимости даже не понимали, что такое падение цены. Круглый квадрат? Что это? Вот насколько всё было плохо. С первой компанией я подумал, подобное случается. Со второй и третьей я подумал, и они тоже. Но после десятой у меня стали зарождаться подозрения. И когда я достиг конца списка, я позвонил человеку, который случайно услышал, что я звонил другой компании. И кто выдал? О, так это правда? В этой ситуации мне казалось, что мой план пройдёт гладко. Скорее, я думал о том, насколько безответственными они были. Я даже почувствовал злость, задаваясь вопросом, правда ли они понимали риски, о которых говорили. А вишенкой на торте стал звонок Марка. Ты закончил с бумагами? Не прошло даже 24 часов. Даже при наличии свободного аудита, который можно было бы купить, заплатив гонорары, процедуры по созданию фонда не могли идти настолько быстро. И Марка ответил, нет, не закончил, разряжая обстановку раздражённым голосом. Хал, ты ведь звонил агентам по продаже недвижимости, так? А, ага, зачем спрашиваешь? Кажется, кому-то из этих агентов пришла идея позвонить знакомому в инвестиционном банке. И нам продолжают поступать звонки по продажам. Звонки по продажам? Когда я задал этот вопрос, нахмурив брови, Марка со вздохом ответил. Про такции, кажется, они помешаны на её продаже. Сначала я был застан врасплох, а затем ответил. Выстави их на тандер, скажи, что мы получаем слишком много звонков по продаже. Говори настолько раздражённо... Раздражённо, насколько сможешь. Хал, ты неожиданно жесток. Возможно, потому что я веду себя так... Блядь. Возможно, потому что я веду себя как продавец без покрытия. Разве это не должно было быть агентством страхования? Верно. Телефоны звонят так часто, что я не могу разобрать, но... Ну, я сделаю, как ты сказал, по поводу покупки протекции. Что до установления фонда, то я использую имя мистера Газаницы, и всё будет готово через несколько часов. О, кстати говоря, о регламенте покупки протекции. Я связался с Ижа Родчберг. Как мы и предполагали, это относится только к инвесторам, принадлежащим к организации, но не к индивидуальным. О! А ещё об этом есть занимательная информация. Рассказывай. Один из рядовых основателей Биг Вэлью попытался их купить, но ему отказали. А? Ну, у него должно быть... Ну, у него должно было быть куда больше денег, чем у среднестатистического инвестиционного фонда. Я связался с мисс Сатией, и она сказала, что скорее... Скорее всего... Дело в том, что он индивидуальный инвестор. Если он окажется в минусе, то это вольется в большие проблемы. Если он объявит себя неэффективным невежей. А, понятно. И кажется, там было ещё несколько запросов. От основателя знаменитой софтверной компании, к примеру. Настоящий гигант, чьё личное состояние превышает 20 миллиардов мулсов. Что ты хочешь сказать? Я мог представить, как Марко пожал плечами на мой вопрос на том конце провода. Кажется, сообразительные люди чувствуют, что в этом направлении что-то есть. Что ветер попутный... Как-то так. Я был бы не прочь, если бы ветер подул нам в паруса. А? Компании по недвижимости даже не подумали о приобретении протекции. Я думал, что у этой прибыль в 125% фигуры должна быть крепкая причина. Если ты планируешь отступить, то я не против. Иногда бывают времена, когда всё идёт слишком хорошо. И это страшно, да? Буду ожидать подарки после твоего путешествия. С этими словами Марко отключился. Сам Марко мог быть в сомнениях по поводу этой ставки. Дело в том, что если рынок недвижимости правда рухнет, то сейчас казалось, что всё идёт слишком хорошо. Если я хотел подавить это сомнение, то мне нужно было думать о другой возможности. И вкратце она заключалась в том, что рынок недвижимости не упадёт, как все предсказывали. Если так, тогда там, где всё пройдёт гладко, мы бы слепо бежали к нашей смерти. Ситуация вполне предсказуемая и доступная для понимания. На орбитальной базе я подготовил письмо с новыми планами, которые я собирался послать инвесторам, знакомым с моей стратегией деревянного осла, и вкладывающимся в мой главный фонд уже несколько лет. Обычно оно начиналось так. Мы молимся о вашем продолжительном успехе. Я как можно больше делал акцент на том, что то, что мы собирались начать, было планом по избежению риска. И я написал, насколько осторожным было подобное поведение на лунной поверхности. Я даже привёл в пример ужасающую страховку на земле. Сразу после того, как в... как раз в несколько десятилетий происходила самая большая катастрофа... Одна большая катастрофа. Все спешили в компании страхования, поэтому цены взмывали вверх. Что было незаконным ходом, так как было весьма сомнительно, что подобное несчастье случится раньше, чем через несколько десятилетий. Для самых умных инвесторов это было тем, что нужно было сделать перед началом бедствия. Именно тогда, когда это казалось бесполезным. Это было предварительной подготовкой к катастрофе. Я не написал ни слова о неизбежном крахе рынка недвижимости. Все потому, что я понимал, что если я напишу подобные слова, то меня назовут лжепророком. Закончив огромную часть работы, я проверил время... И проверив время, я осознал, что стрелки перевалили за час ночи по времени лунной поверхности. Прекратив работу и окутанный странным чувством уюта, я уснул. Марко объявил о создании нового фонда, и некоторые клиенты стали отвечать на мои электронные письма. Но такие ли иначе, там были лишь запросы на предоставление более полной информации. Марко сказал, что инвестиций до сих пор не поступало. Так как это было страховкой того, что, по мнению общества, никогда не рухнет, то ожидалось, что люди будут осторожны. Кроме того, процентный арбитраж, при котором ожидались примерные потери, был тем типом инвестиций, который шел против самого существа человека. И все же, я не стал относиться к этому с большим беспокойством. Любой человек с разумной головой на плечах мог бы понять, что рынок недвижимости на лунной поверхности представлял собой пузырь. И вся прибыль, рожденная от повышения ценностей недвижимости, пожиралась кредитами на карты и машина. Я сказал Марко давать сводки информации, которые ему взяли у Уоллеса, любому покупателю, который мог быть заинтересован. Говоря словами Уоллеса, это было схоже с информацией о существовании НЛО, собранной людьми, которые в них верили. Поэтому это должно было быть весьма убедительно. Поэтому, взглянув на это, даже самый недоверчивый человек должен был понять, насколько хрупкое основание, на котором был основан весь рынок недвижимости лунной поверхности. Поедая завтрак, я поглядывал на информацию, отправленную с моего планшета вчера, после завершения приготовлений. А чё он ещё не летит на Землю? Или так нельзя? Типа, привыкнуть к гравитации? Типа, чё? Как, что ли? Запросив разрешение Уоллеса, я получил эту информацию. Она поступала из хранилища данных, которая проектировалась на электронные доски объявлений таких помещений, компании как New Age Development, и была собрана, проанализирована и превращена в диаграммы аналитической компании Земли. Я не смог сдержать ухмылку, когда заметил, что он не использовал компанию лунной поверхности. Как это похоже на Уоллеса, быть настолько осторожным? Статистическая сводка, предоставляемая жилищными иными ассоциациями, обновлялась только раз в месяц, поэтому он, вероятно, не мог ждать так долго. Я доплатил аналитической компании, чтобы повысить частоту обновлений до одного раза в два часа. Подробная информация пересылалась в мой офис на лунной поверхности, но я видел лишь краткий отчёт на моём планшете. Уже долгое время данные показывали прямую линию. Время от времени она повышалась и понижалась, колеблясь в определённом диапазоне. Было похоже, словно эта линия готовилась сделать прыжок к ещё более крупным высотам, но, наконец, подходила к пределу своих сил и была готова упасть. Естественно, так как я ставил на её падение, именно этого я и желал. Но я не ожидал, что всё пойдёт по плану. Но я и таким образом любой человек, вовлечённый в рынок, знал одну правду. Эмпирическое правило диктовало, что чем дольше длятся мирные времена, чем больший скачок цены испытает рынок, как только мир рухнет. Проследив за ходом этих мыслей, я понял, что если бы Ани увидел ли, как осёл с деревянными ногами внезапно превратился в короля пессимизма, то, конечно, все вокруг удивились бы. К тому же, рынок недвижимости никогда не оставался на одном уровне настолько долго. С тех пор, как я начал слышать о ЦБО, я время от времени просматривал на новости мира недвижимости. И они совсем не скрывали то, насколько зловеще это пребывание на одном уровне. Однако, даже самые пессимистичные сводки всего лишь говорили о том, что слишком резкое повышение цен могло привести к общественным волнениям на лунной поверхности. Поэтому, проще говоря, они принимали рост цен к ней как нечто естественное. И единственной проблемой было то, насколько резким будет спад. Неужели они не знали, что всё, у чего есть цена, пройдёт через взлёты и падения? Знали или нет, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом всё, так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok